что будет если запустить на macbook pro 13 процессором m1 400 вкладок в браузере перезагрузится умрет или может вообще ничего не будет редактор популярного и очень авторитетного англоязычного издания techcrunch мэтью панзарина запустил в браузере chrome на macbook pro сразу 400 вкладок хром конечно же понятное дело повис и сожрал всю память но остальная система при этом на удивление более-менее работала попробуйте сейчас на своем компе запустить хотя бы 100 активных именно активных вкладок в хром и вы удивитесь насколько это грузит систему мэтью проделал тот же самый тест браузером safari и он справился лучше даже с таким количеством вкладок браузер продолжал работать я тоже попробовал этот тест на свое macbook pro 13 на m1 и после 200 вкладки система начала подтормаживать но браузер еще кое-как работал да и остальные программы можно было посмотреть почему у меня подтормаживала все на 200 вкладках хотя у мэтью было 400 да просто потому что у меня базовый macbook pro 13 с 8 гигабайтами оперативки а мэтью использовал версию 16 гигабайтами этот простой тест наглядно демонстрирует нам возможности процессора м1 и в этом видео я вам хочу рассказать про свой личный опыт использования macbook pro 13 на м1 про его производительность насколько у меня деградировал ssd про батарейку про экран какие есть нюансы и минусы у этого компьютера и стоит ли вообще его сейчас покупать когда apple вот-вот представит новые ноутбуки задумывались ли вы когда-нибудь насколько быстро работает ваш смартфон вот например iphone 12 pro вы берете в руки разблокируете и тут же можете запустить инстаграм перескочить в твиттер а затем в youtube вы ничего не ждете все работает мгновенно с компьютерами обычно все не совсем так даже самые мощные ноутбуки самыми быстрыми ssd какое-то время грузится только не macbook pro 13 на м1 он работает примерно так же как и iphone вообще без задержек вот вам наглядный пример закрываем все программы закрываем крышку и даем какое-то время ноутбуку чтобы он ушел в сон а теперь просто откроем крышку и запустим несколько программ начнем в них работать а вы засекайте время обратите внимание запустил далеко не самые легкие приложения final cut affinity photo davinci resolve motion 5 сафари и блокнот и и райтер это вообще мой стандартный рабочий набор при этом каждая программа была готова к работе в течение нескольких секунд я уже полгода пользуюсь компьютерами на м1 но меня все еще впечатляет скорость запуска программ не зря все-таки в одноядерном режиме м1 вне конкуренции до в многоядерном он уже уступает топовым процессором от мда intel но благодаря отличной оптимизации м1 под mac os в реальной жизни macbook pro 13 на этом процессоре демонстрирует чудеса вот вам еще один пример компиляция большого проекта в xcode xcode это среда для разработки приложений под mac os и ios этот проект был специально создан чтобы проверить скорость компиляции на разных маках на моем базовом macbook pro 13 этот тест занял 140 секунд или две минуты и 20 секунд вы тоже можете проверить свой mac в этом тесте по ссылке в описании но я вам сразу могу сказать что даже топовый macbook pro 16 скоро 9 со 128 гигабайтами противки делает это медленнее единственный компьютер который в этом тесте обошел м1 этот дорогущий mac pro на базе 28 ядерного процессора intel xeon конечно в реальной жизни я не занимаюсь разработкой приложений моя работа графика и видео основной пакет программ у меня это графические редакторы монтажные программы и программы motion графики и композитинга самое сложное в моей рабочей схеме этот davinci resolve 17 и в нем macbook pro 17 чувствует себя конечно не идеально например если монтировать видео в 4к то после цветокоррекции приходится менять разрешение тайм линии чтобы было комфортно работать но то что вы можете в принципе делать монтаж в 4к с цветокоррекции анимации и еще в кодеке h265 на таком маленьком ультра буки конечно впечатляет и это тоже своего рода бенчмарк конечно далеко не все занимаются монтажом и обязательно нам об этом напомнит просто это очень ресурсоемкий процесс и он крайне показателен ну а если брать final cut это фирменная монтажная программа от apple то тут вообще все летает без каких-либо ограничений с максимальными настройками качества мой последний macbook pro 15 на базе core i7 с большим количеством оперативки дискретной графикой справлялся с монтажом в 4к с файлами h265 значительно хуже без прокси файлов то есть без перекодирования материалов легкий кодек работать в нем было попросту невозможно и да я понимаю что вряд ли кто-то всерьез будет покупать такой компьютер для больших проектов под кино или цветокоррекцию но лично для моих целей этого ноутбука в принципе хватает даже для создания 4к видео для нашего канала и мне нравится что я могу подключить macbook pro 13 к монитору клавиатуре и мышки у меня получается полноценная рабочая станция а когда мне не нужен большой монитор я просто его отключаю у меня компактный при этом мощный ноутбук который легко поместится в любой рюкзак и мне даже не нужно носить с собой зарядку среднем macbook pro 13 работает 10 часов смешанном режиме это конечно далеко не рекорд ноутбуки на windows сегодня умеют и больше но мне нравится что macbook pro 13 не теряет заряд в режиме сна бывает что я им не пользуюсь несколько дней на нем остается столько же зарядки сколько и было и приятный бонус от такой системы вы можете монтировать видео даже без подключения питания к ноутбуку хватает и мощности и зарядки для такой работы что сложно было бы себе представить на большом macbook pro 16 на базе intel третье что меня порадовало в этом компьютере это то что он очень холодный если вспомнить мой последний macbook pro 15 на intel он даже если просто смотреть котиков в интернете нагревался так что можно было жарить стейки но macbook pro на м1 даже если его основательно нагрузить греется не сильно а в простых задачах так он вообще остается едва теплым а еще это очень тихий ноутбук даже под нагрузкой вы не слышите как работать его кулеры вот это прямое следствие arm процессора железо потребляет меньше энергии соответственно вырабатывает меньше тепла еще мне конечно очень нравится экрану macbook pro 13 он как минимум удобные для работы из-за соотношения 16 на 10 такое соотношение вмещает больше информации по высоте и вы больше видите в том же браузере или например фотошопе у apple неплохая заводская калибровка монитора и что очень удобно она всегда примерно одинаковая на всех маках это дает возможность работать с видео фото и графикой но я на всякий случай напомню если вы профессионально занимаетесь покраской видео или печатью полиграфии то вам в любом случае нужно будет калибровать монитор для всех остальных задач экран macbook pro 13 подойдет на сто процентов кстати если вы работаете с видео или фото обязательно отключите true tone это автоматическая подстройка экрана под окружающее освещение может обманывать ваше зрение когда вы обрабатываете например фоточки вот это и есть главные плюсы macbook pro 13 на базе процессора м1 у него хорошая автономность отличный экран ноутбук не греется и у него очень мощная начинка любые программы даже не адаптированные под м1 работают на этом компьютере стабильно и быстро многие кстати переживают по поводу интерпретатора розетта 2 который помогает запускать приложение не адаптированные под м1 а я вам хочу напомнить что делать то ничего не придется один раз нажмете кнопочку да когда система предложит установить интерпретатор и все про дизайны и материалы этого ноутбука говорить особо ничего они не изменились дизайн ровно такой же какой был кому-то он уже приелся но лично мне нравится цель на алюминиевый корпус имеет отличную жесткость он идеально собранный легко протирается и еще я всем советую брать серебристую версию потому что она гораздо практичнее на ней вообще не видно никакие разводы в отличие от space grey apple кстати обновила клавиатуру это теперь не многострадальная бабочка хотя у меня ни разу не было с ней проблем а старый добрый механизм ножницы глобально разница не очень большая так что привыкать вам долго не придется трекпад все такой же большой и безумно удобный кто пробовал трекпад на макбуках понимает о чем речь тачпады windows ноутбуков тоже за последние годы круто прокачались но трекпад apple все еще лучший еще тут отличные громкие динамики есть поддержка вай фай 6 и все такая же старая веб камера с разрешением 720p с такой особо не по веб камеш да в этом ноутбуке есть и минусы они тоже существенные прошло уже столько лет а я так и не привык тачбар и он меня до сих пор жутко бесит говорят что в новых прошках будут привычные функциональные клавиши я всеми руками и ногами за гораздо проще и быстрее нажимать на кнопки чем искать в меню тачбар какие-то нужные вам функции 2 это размер основного экрана я бы очень хотел чтобы у этого ноутбука был немного побольше дисплей в таком корпусе вполне мог бы поместиться экраны на 14 дюймов сравните как выглядит 13 дюймовый ноутбук dell xps сравнение с макбук и меня в общем то полностью устраивают габариты сделать бы потоньше рамки и побольше экран вот чего хотелось бы третье что мне совсем не нравится это всего два порта type-c я иногда работает на временно сразу с двумя-тремя подключенными внешними дисками и двух портов уже мало и как же мне не хватает карт ридера он ведь вполне мог тут поместиться поэтому приходится всегда носить с собой юсбиси хаб я кстати нашел для себя идеальный хаб это с атаки юсбиси он дегол это новинка и при этом это большой хаб в котором есть вообще все сразу два карт ридера на большие сди карточки и маленькие micro sd 2 юсб а еще два тайп си один из которых поддерживает power delivery 20 через который можно заряжать ваш ноутбук зарядкой мощностью до 100 ватт а этого хватит чтобы заряжать большие ноутбуки вроде macbook pro 16 еще тут есть hdmi выход на монитор есть даже vga порт и ethernet для подключения к сети по кабелю в комплекте есть вот такой длинный кабель и вот такой компактный который прячется в корпус для того чтобы можно было удобно с собой выносить у меня было много разных type-c хабов но конкретно этот просто пушка правда за все это придется платить потому что стоит он 100 долларов или восемь с половиной тысяч рублей в россии штука не дешевая это кстати не реклама просто личный опыт еще один не то чтобы минус скорее нюанс конкретно этого ноутбука у него нет никаких особенных отличий от более дешевого macbook air на м1 крошка чуть-чуть шустрее тут чуть больше трекпад у нее есть активное охлаждение выше яркость экрана но все равно оба ноутбука примерно одинаково справляется со всеми задачами если бы я сейчас выбирал себе компактный ноутбук я бы брал именно air но 16 гигабайтами оперативки с таким количеством памяти меньше нагрузка на ssd вокруг которого кстати в последнее время поднялись только шума диванный youtube комментатор вообще считает что через год этот компьютер можно смело выбрасывать в мусорку потому что ssd умрет у меня на трех разных компьютерах на м1 износ за все это время не превышает один процент один процент износа у меня на mac mini который активно использовался для монтажа 4к видео в течение полугода кстати про этот компьютер про mac mini я тоже готовлю отдельное видео как он ведет себя спустя полгода эксплуатации если интересно подписывайтесь и забегайте на канал в июне суммарно после шести месяцев использования я могу сказать что macbook pro 13 на м1 это отличный ноутбук я могу смело его рекомендовать даже нет каких-то серьезных минусов да хочется экран побольше да он дорогой но вы понимаете за что вы платите и отвечая на вопрос в начале видео стоит ли вам сейчас покупать macbook pro 13 на м1 если apple может показать ноутбуки с новыми процессорами уже 7 июня я отвечу так конечно логично было бы дождаться и посмотреть что apple анонсирует времени то осталось не так много но вне зависимости от того что apple покажет macbook pro 13 на м1 отличная машина при всех своих минусах это один из лучших ноутбуков в своем классе а может быть просто лучший